Существует 10 условий и предпосылок. Это продолжение позиции ЕС, которая была ясно выражена, когда было принято решение об изменении избирательного законодательства и пренебречь рекомендациями Венецианской комиссии. Позиция ЕС не меняется. Это слова главы делегации ЕС в Молдове Питера Михалко на сегодняшней конференции, посвященной итогам саммита Восточного партнерства. Если перевести с дипломатического языка, то становится ясно, что главным условием выделения европейских денег остается пересмотр решения о смешанной избирательной системе. Конечно, есть еще требования, но уже сейчас понятно, что с финансированием от ЕС далеко не все так уж благополучно. Почему так происходит и кто в этом виноват? Будем сейчас разбираться, как всегда, принципиально, ведь вы смотрите программу Дело Принципа. Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И помогать в этом разбираться мне сегодня будут мои гости. Это Валерий Демидецкий, глава бюро ТАСС в Молдове. Здравствуйте. И Валерий Уриницы, политический комментатор. И вам здравствуйте. Здравствуйте. Вот начнем сначала. На прошлой неделе наше правительство откомментировало решение саммита Восточного партнерства и отметило, как вопрос решенный о выделении денег для Республики Молдова. Говорили о трех траншах, но уже говорили, что первый транш мы получим в первые три месяца. В этой студии прошла целая программа. Господин Михаеш участвовал в ней, который уже тоже об этом говорил, как о свершившемся факте. Что на следующий день мы узнали? Мы узнали о том, что, оказывается, вопрос с деньгами еще до конца не решен. Представительство ЕС в Молдове внесло свои уточнения и сказало, что вообще речь об автоматическом выделении денег не идет. Мы обязаны выполнять некие условия. Вот скажите, пожалуйста, кто кого не понял или все это было со стороны наших властей преднамеренно? Вот какие у вас впечатления? Господин Деменский. Ну, самим прошел и слава богу. Наше руководство, и в частности правительство, премьер ездил туда, многого этого штаммита не ждало. Позицию правительства можно было выразить очень просто. Вы нас не очень ругаете, еще дадите денег, ну и слава богу. Вот. Ну, то, что, допустим, выделят деньги просто так, тоже верится с трудом, потому что и Международный валютный фонд, и другие международные организации, когда выделяют деньги, выделяют деньги под определенные условия. Бесплатный сыр бывает мышеловки. Это закон международной политики. Никто так просто денег не дает. Вот. Естественно, у нас будут что-то требовать. В принципе, я не знаю, вот как-то требования о смешанной системе. В Германии такая смесь системы. Чего не потребуется Германия или других стран? В конце концов, это внутреннее дело стороны, какая у нее система, да? Смешанная и так далее. Если парламент так решил, я не говорю, я не сторонник. Может быть, лучше бы осталась и старая система. Но раз они так решили, они имеют большинство, ну, так и будет. В конце концов, почему Европа должна в это дело вмешиваться и диктовать нам, как ходить, как голосовать, как это самое. А потому что индивидетские могут вам ответить, что вы подписали соглашение об ассоциации, и тем самым вы обязаны исполнять ряд требований. А конкретно вы должны спросить венецианцев, они должны это дело рассмотреть, и дать вердикт по поводу того, что вы принимаете. Знаете, Люд, если можно, Валера, я закончу, да? Я много раз наблюдал принципиальность Европейского Союза, когда выбирали, например, три года президента, да? Помните эту историю, да? У нас в Молдовии. И как-то венецианская комиссия смотрела на это сквозь пальцы. То, что мы превратили в последнее время Конституцию в женщину приятную, или, как говорил президент Путин, с низкой социальной ответственностью, то есть, как бы, Конституцию кто-то к ней так не переворачивал, это тоже как-то никого не волнует. Поэтому, вы знаете, вот здесь вот эта принципиальность меня удивляет, да? Получается, это принципиально с каким-то таким подтекстом. Если вы сделаете то, что мы хотим, да, ну, то есть, тогда мы вам деньги дадим. А если вы не сделаете то, что мы хотим, то, что нам интересно. Вообще, я хочу вам сказать, что я всегда с очень большим подозрением относился к тому, к нашей позиции в отношении сотрудничества международного, да? Что на Западе, что на Востоке, на Севере, на Юге. Мы всегда почему-то рассматриваем это сотрудничество как кто нам что даст, да? Мы ведем себя вообще как попрошайки. В принципе, сотрудничество это предполагает партнерство. То есть, мы должны что-то предложить, им будет интересно, нам будет интересно, будем сотрудничать. Но вот это сотрудничество, когда, знаете, вот мы просим деньги, а нам диктуют какие-то условия, да, вот, иногда бывает не в наших интересах условия. Ну, я этого, кстати, не понимаю. Поняла. Благодарю вас. Валерий. Нет, ну, есть условия, под которыми мы подписались. Есть в соглашении условия, но это условия, которые мы должны, технического характера, экономического, законодательного характера, но не политического же. Я тоже согласен, что на нас оказывают политическое давление. И это давление, что оно будет оказываться, было ясно сразу, как комиссия, венецианская комиссия выдала свой вердикт. Там было очень много такого, что венецианская комиссия никогда никому не говорила. То есть у каждого государства есть право на свою избирательную систему. Она не, эта система не принималась где-то в кельях, под спудно, принималась парламентским большинством. И там было, кстати, больше конституционного большинства проголосовали. Поэтому я думаю, что если смотреть помягче на это дело, то, конечно, мы деньги получим. Может быть не все, может не в срок, но деньги они в конце концов дадут, потому что, если выдержат те условия. Но я так понимаю, что их можно выдержать. Ну, а что касается принципиальности Евросовета, то можно взглянуть, как они решили делать с Каталонией, и все станет ясно. Ну, вот по поводу венецианской комиссии, эта тема обсуждалась. И, кстати, европейские политики не скрывали, что у них есть политические требования. Но они имели право так сказать нам. Знаете почему? А я вам объясню. Потому что, когда наши чиновники ездят в Брюссель, либо брюссельские чиновники приезжают сюда, что они говорят? Европа для нас что? Европа для нас это стандарты. Это, прежде всего, права и обязанности. Вот есть какие-то у нас европейские стандарты? Будьте добры, вы должны непосредственно этим стандартам соответствовать. Все. Это то, что было сказано в ответ. Могу зачитать все венецианцев. Хотите? Согласно их вердикту. Они сказали так. Предложенная вами реформа не может считаться принятой на основе широкого консенсуса. Это их претензия к смешанной системе. Эта реформа вызывает озабоченность, в том числе и по той причине, что депутаты будут уязвимы и подвержены влиянию деловых интересов. А кто не подвергается в мире? Вот такой вердикт. А сейчас, когда на глазах у Евросоюза правейшее и правоевропейское большинство было создано, мы знаем, какими методами, их это не заставляет задуматься о том, что депутаты у нас тоже подвержены. Какие точные юридические понятия? Широкий консенсус. Вот как он расширяется, сужается этот консенсус. Тем более для нашей патриархальной культуры, патриархального общества. То есть люди, может быть, понимают хорошо, и я думаю, что есть понимание, что у нас здесь происходит. Но просто я думаю, что есть давление, есть интересы. И мы видели, какие и чьи интересы защищает здесь некоторые партии, или самая, будем говорить прямо, самая большая партия в ЕС. То есть здесь политические интересы определенной большой партии. Как у нас говорят, если дословно перевести с Молдавска, у которого здесь есть партийные родственники в виде Майи Санду и Андрея. Вот, Валерий, то, о чем вы сейчас говорите, я бы хотела, чтобы вот эти слова сказали представители правящего большинства. Особенно тех, кто голосовал за это соглашение. Они не могут это говорить. Да, потому что когда поднимали руку, ведь все же прекрасно понимали, что этим закончится. А сейчас с большим удивлением вдруг люди узнают, что есть венецианская комиссия, к ее требованию надо прислушиваться. И вообще европейцы имеют наглость что-то требовать. Нет, прислушиваться надо. Надо к хорошим советам нужно прислушиваться, но не ко всем. Это правильно. Да. И брать нужно из Европейского Союза, из России, из соседних стран то, что нам подходим, то, что хорошее. Но не все подряд. А слушать все подряд, я думаю, что не надо. Надо дружить. Мы же понимаем, что мы как бы очень малоразвитый рынок, очень слабое пока государство. Поэтому нужно искать что? Кредиты. Кредиты нужно искать дешевые. А дешевые кредиты неизвестно где. К сожалению. Поэтому нужно, скажем так, быть дипломатичным. А если строже, то где надо притворяться. Но так, чтобы мы получили эти деньги. Что поделаешь? Ну, нужно соблюдать все-таки свои интересы. И не говорить, что мы такие плохие. Слова, но вот сегодня журналисты попытались у господина Михалка узнать все-таки эти условия. Все говорят, 28 условий, по 10 на каждый транш. Нет. Он не помнит. Он, я думаю, почему-то, что он все-таки помнит, но он не захотел делиться своими памятными такими воспоминаниями. Я серьезно. Если господин Михалка забыл, ему напомнят и придумают другие. Нет, он не забыл господин Демидетский. Он просто сказал, что он не будет их оглашать, внимание, до ратификации. Людмила, вы знаете, я думаю, что... Секунду, это важный момент. Но это есть гражданское общество, да. Есть лидеры гражданского общества. То, что не могут, говорят лидеры ЕС или господин Михалка, сразу скажет вам, вот, знаете. Нет, я просто, я как гражданин Республики Молдова, как на это смотрю? Вот я смотрю на это так. Что говорят европейцы? Вы проголосуете сначала, а потом мы народу скажем, за что проголосовал ваш парламент. Понимаете, получается именно так. Ведь, в принципе, граждане-то вправе знать, какие условия требуют от нашего правительства. А нам говорят, нет. Вот проголосует ваш парламент, и мы вам расскажем. Ну, это не новость. Вот как вы это считаете? Это западная политкорректность. Это не новость. Это везде так. Уже давно с народом не делится и нигде. Разве сначала американцы не вступают в войну, а потом Конгресс как-то задним числом все это оправдывает, а потом народ узнает? Да. Война в игроке как начиналась? Когда Шрёдер, когда Франция и Германия отказались, нашли туркмена, нашли нас. Еще кого-то нашли, чтобы создать международную коалицию. И нормально все. Все за это получили, все были довольны. Так что ничего страшного. То есть вас это не удивляет? Нет, вы знаете, меня удивляет. Меня возмущает. Я так бы свою позицию характеризовала. Меня удивляет, допустим, что нам предлагают деньги, допустим, на борьбу с российской пропагандой. Заранее зная, хотя... Вас это удивляет? Нет, хотя нет, послушайте. Меня удивляет тот факт, что, понимаете, вот с одной стороны высокие европейские чиновники говорят, что и только дурак может говорить, что Молдова должна не дружить с Россией, с Европой. Мы должны дружить со всеми. Мы маленькая страна, и в наших интересах иметь хорошее отношение со всеми и иметь выгоды от этих интересов. Но когда нам говорят, вот знаете, вы от нас получите деньги, но вы поссоритесь с теми, не понимая, что мы маленькая страна, и эта ссора нам будет стоить больших издержек. Что-то было, кстати, и до правления проевропейской коалиции, когда мы, вы помните, когда мы лишились винного рынка и так далее. Кто занял этот винный рынок вместо нас? Именно те, кто похлопывали нас по плечу и учили, что вот пошлите их подальше. И потом мы от этого страдали. Поэтому я говорю, что мы не должны себя загонять в ту ситуацию, когда мы становимся заложниками. Знаете, как в этом старом таком анекдоте про то, как волки поймали зайца, решили его съесть, а зайц сказал, знаете, я вас лучше наведу на стадо овец. И навел действительно волки, сожрали то стадо овец, а потом съели и зайца. И потом спроняла их совесть на сытый желудок, сказали, давайте хоть памятники что-то ему напишем. Как напишем? Заяц был нашим другом. Ну какой друг? Он говорит, мы его съели. Давай напишем врагом. Ну если враг, Заяц же над нами будет смеяться. Давайте напишем, что Заяц был нашим партнером. Вот примерно такое партнерство я бы не приветствовал. Я смотрю, анекдот ваш понравился, а вот может быть анекдотично сейчас прозвучит то, что я спрошу, но я должна вас об этом спросить, потому что в свете всего вышесказанного хочу понять только одну простую вещь. Демократы готовы передумать с системой-то? Или вот из-за денег, конечно, да? Видите, как жестко давят. Либо все-таки, что называется, пойдут до конца, скажут, что уважаемые европейцы, нет. Да никто не ставит так жестко вопрос, что либо деньги, либо смешанная система. То есть, наверное... То есть зря они об этом говорят, то есть так не нужно слушать. Ну, простите, но никто прямо так не говорил. Никто. Я понимаю, что, может, они так думают, и вот эти думы они передают через лидеров нашего гражданского, в кавычках, общества. Но прямо так вопрос никогда не стоял, что вот вы отмените смешанную систему, потому что это уже совсем грубо. Они как бы намекают, я понимаю. То есть им нравится просто намекать, или... То есть они понимают, мол, давай не сделай, давайте будем намекать. Я думаю, что... Я думаю сейчас, что в руководстве ЕС есть ясное понимание, что эта власть смешанную систему не отменит. Конечно. Продолжайте. По власти есть очень простой способ. Во-первых, деньги в стране есть. История с миллиардом показала, что немалые. Да? Просто надо забыть немножко о геополитике и начать заниматься страной. Если люди почувствуют в стране, что действительно что-то меняется к лучшему, не надо вам никакой геополитики. Они вас всегда поддержат. История даже... Когда Воронина перезбирали дважды или трижды, об этом говорят. Маленький порядок был наведен, и люди почувствовали. Это первое. Второй момент. Власть чувствует, что европейцы все равно деньги дадут. Проект восточного партнерства провален. И все это понимают прекрасно. Он напоминает сегодня Гуан загибающийся. Когда три страны соскочили. Армения Белоруссию на коленях просили приехать, не приехал. Порошенко сказал, что не приедет, если не будет перспективы, приехал. Армяне получили то же самое, что мы получили. Но поторговались и не поссорились с Москвой. И нам есть чему учиться. И вот эту тройку надо каким-то образом сохранить. Мы же, слава Богу... Меня только радует одно. Попав в эту нехорошую тройку, мы, слава Богу, хоть не являемся отличниками. И передовиками европейских реформ. Люда, понимаете, мы с Валерием давно работаем в журналистике. И, наверное, застали тот самый лучший период, когда, знаете, китайцы говорят, не дай Бог тебе жить в эпоху перемен. С 1985 года, с незабвенного Михаила Сергеевича Горбачева, угробившего страну, да, и доешившего до развала, мы живем в эпоху реформ. Назовите мне хоть один год, когда мы не реформировались. Назовите мне хоть одно правительство, которое не проходило. Мы все поменяем, и будет хорошо. Все меняет, и все равно плохо, и плохо, и плохо, и плохо. Люди от этого устали. Людям хочется нормальной стабильности. Давайте дайте мне пожить. Хватит меня реформировать, знаете. Я принимаю ваши жалобы на вашу нелегкую журналистскую долю, а теперь поступлю демократически. В защиту демократических стандартов, продвигаемых Евросоюзом. Ну, что бы они сказали в ответ на ваш вопрос? Они сказали так, ну вот вы так говорите, что мы только намекаем. Смотрите, а мы должны были денежку вам дать до конца этого года. Вот именно за того, что вы повели себя, как повели, вот приняли такие вот законы, которые нам не нравятся, да? Мы вам в денежке отказали. А вот если будете себя и дальше вести плохо, мы вам первый транш не дадим, нет? Нет, ну у европейцев, понимаете, они же не зря дружат с нами, не зря они создали это европейское партнерство, да? Гражданское общество. Гражданское общество и так далее. У них здесь есть интересы. Они отсюда не могут уйти. Им интересна даже Армения, понимаете? Они вот с какой жертвой подписали это соглашение и с Арменией. Который как бы не претит даже России. Поэтому я настаиваю на том, что они давно поняли, что между деньгами, этими 100 миллионов, и избирательной системой власть выберет избирательную систему. Они это отлично поняли. Это поняла, кстати, и власть. Да, да. Но народная партия, которая есть главная, самая большая партия в... Европейская народная. Европейская, да. Европейская народная партия. Она, то есть, не может так просто отойти, поступиться принципами, да? И она будет как-то нажимать. Но чиновники, которые притворяют в жизнь некоторые вещи, они будут делать это не с таким большим рвением. Они все равно понимают, что что-то нужно, то есть, нам давать. С опозданием, но надо. Так, чтобы сохранить, так сказать, и... При плохой игре хорошее умение. Я вернусь через один вопрос к фразе, которую вы сказали. Вы сказали замечательную фразу, что у них есть интерес в отношении Молдовы. Вот мы поговорим об интересе, а пока я продолжаю продвигать, значит, вернее, не продвигать, а информировать, да, о планах европейцев и об их мнении. Михалко, приоритетный аспект, даже вот не смешанная система, а в отношениях между Молдовой и ЕС, он сказал, что борьба с коррупцией. Он сегодня долго говорил по этому поводу и сказал, что они внимательнейшим образом наблюдают за тем, как наши власти борются с коррупцией. Они хотят уголовные дела, и самое главное, они хотят увидеть, что эти дела доведены до логического завершения. Как вы думаете, вот это тоже они намекают? Или за этим стоит нечто большее? Господин Зиндетский. Я длительное время наблюдал, как велась борьба в коррупции соседней Румынии. Как-то странно она совпадала с политическими векторами. Обычно те, кто не соответствовал, так сказать, политике американцев, тут же моментально объявлялся коррупционером и сажался в тюрьму. Сказать, что сегодня мы самая коррупционная страна в Европейском Союзе, это не так. Мы дети, против того, как воруют там. Сильвия Мальстром недавно признала, что 120 миллиардов сперли. В соседней Румынии 700 миллионов украли из европейских, так сказать, денег и так далее. Тишина, молчок, если будет сделан правильный геополитический вывод. Поэтому я не считаю, что коррупция это, понимаете, я всегда говорил о том, что коррупция умрет с последним человеком. Коррупцию победить невозможно, но с ней бороться надо всегда. И государство должно бороться, иначе это разрушает государство. Но, понимаете, вот как у нас почему-то коррупция, в коррупции в первую очередь, она идет по политическим мотивам. И в коррупции обвиняют, как и вот самая страшная российская пропаганда. А почему европейская пропаганда не страшная? Которая нам рассказывала сказки про Евросоюз, а дело закончилось украденным миллиардом. И вот то, что мы имеем сегодня, тем, что после Воронина 70% было при Воронине, желающих Евросоюз, а сейчас 38%. Я не знаю, что там докладывали наши руководители. Даже сам, по-моему, глава Еврокомиссии порадовался, что уже растет у нас число. Уменьшается число евроскептиков. Я не думаю, что это так. Люди голосуют больше ногами. Но я говорю, что вот это мне тоже, как бы, знаете, я хотел бы, чтобы она была беспреспрасна, эта борьба с коррупцией, а не так, как она ведется иногда у нас. Когда мы узнаем, так сказать, можно чертить по борьбе с коррупцией, можно чертить политические векторы. Как только стало неугодно партии, они оказались коррупционерами. Как можно, никто не знал, что делали либералы у нас в правительстве или в примарии. Им нужно было быть слепым, чтобы не увидеть, что в городе творится, и город низведен. И ясно это, что здесь одни уголовные дела, да, в Кишиневе. И сегодня, я не понимаю, почему. Сегодня вот таким образом, почему-то сейчас всплыло, а не всплыло раньше. Бетон мешал или что-то мешало, понимаете? Вот это плохо, понимаете? Я понимаю. Коррупция, она есть коррупция. Брат, сват. Валерий, мы понимаем, что коррупция, воровство там. Это плохо. Не надо сейчас. Вопрос был в другом. Европейцы, вот когда об этом говорят, они всерьез предупреждают молдавские власти, либо опять же намекают и говорят... Это опять рычаг давления на молдавские власти. Будете плохо себя вести, мы на вас надавим через борьбу с коррупцией. Вот и все. Ну, если вы думаете, что в представительстве ЕС есть человек, который считает все наши главные уголовные дела, и когда вот заканчивается, он делает себе черточку, то я должен разочаровать вас. Ну, вот говорят как. Позвольте, сейчас цитата будет вот в тему. Мы следим за тем, как расследуются ваши резонансные дела, оказавшие негативное воздействие на общество и на доверие к Молдове. Вы чувствуете здесь, какой слог и какой характер речи? Вот так они, европейцы, примерно говорят и о борьбе с терроризмом. То есть они говорят, и они как-то борются с ним. Ну, ограничено, потому что они понимают, что до конца побороть коррупцию или терроризм нельзя. Это есть часть манипулирования общественным сознанием, как в Европе, так и здесь. То есть это надо говорить. Вот что главное в этом. Это надо всегда говорить. Это надо всегда говорить, потому что это европейское лицо. Они всегда будут говорить, что мы будем бороться с коррупцией, и мы будем бороться с терроризмом. Здесь вопрос вообще зла, который идет от власти всегда. Но только, понимаете, здесь у нас зло, оно не такое большое и открытое, а на Западе зло сублимировано, оно не видно, оно тонкое и тонкое, но оно остается. Это как же и борьба за справедливость, за справедливое общество. Ну, как-то оно ведется, но все равно все хорошее достается капиталу. Я приведу другой пример. Валера очень хороший пример привел. Борьба с терроризмом. Понимаете, вот я почему-то очень мало видел на Западе политика, которые говорили о истинных истоках сепаратизма, терроризма. А это именно социальное. Понимаете, когда люди воспитываются, масса стран из бедных, и которые были низвергнуты этими войнами, этими всеми переворотами, революциями, бомбежками, в то, что они стали, у них нет другого выхода, кроме просто пойти и взорвать кого-то. Ну, это как в белом солнце пустыни, когда у моего отца был бирявый халат у твоего, я сказал, возьми винтовку, возьми, что тебе надо. Вот, понимаете, вот это социальное неравенство, но оно есть и продукт терроризма. Валера, вчерашний пример. Вчерашний пример. Человек, который в Сербии считается национальным героем, а в Европе террористом, выпил яд на глазах у всех, чтобы доказать, что это не так. Это было на Гавском, во время заседания, на Гавском трибунале. Самое интересное, понимаете, те люди, которые растравили этот конфликт, которые натравили хорватов на сербов, на босницах и так далее, и в своих политических интересах разрушили эту страну, сегодня посадили на тех людей, которые выполняли их приказы, и которые подспудно, посадили на скамью подсудимых и судят. Понимаете, этот человек действительно выпил яд, потому что он сказал, извините меня, я делал то, что вы хотели. Страна была разрушена, были тысячи, десятки сотен убитых, бомбежки и так далее. Страна, которой, я никогда не забуду, Мирчу Денецку, румынского публициста, который сказал, когда румына осудили, Милошевича и так далее, Боже мой, говорит, мы в времена Чаушеску ездили в соседние Югославии, чтобы выпить Кока-Колы, посмотреть пять программ телевидения, увидеть и выехать свободно в Германию. Теперь мы их называем диктатурой, понимаете? Мы, которые вышли из... Так, возвращая вас к теме программы, хотя то, что вы говорите, наверное, тоже интересно послушать. Вот эти переговоры по финансированию, которые мы сейчас с вами обсуждаем, и вы сейчас предполагаете, что имеют в виду европейцы, мы с вами строим различные гипотезы, что вам говорят об отношении ЕС к молдавскому правлению? Я не скажу к Молдове, как к стране, потому что любой европейский чиновник всегда скажет, что Молдова страна замечательная, вот там люди хорошие, и правильно, да, нет, уже не говорят это. Правда? Нет, да, вы уже не следите внимательно, поэтому, не передергивайте, да, пожалуйста, вот что они говорят об отношении ЕС к молдавскому правлению, вот все эти вещи, Валерия. Я думаю так, что в той ситуации геополитической, которая оказалась, вот этого разлома, да, к сожалению, он произошел. Я не сторонник того, что вот этого напряжения между Западом и Востоком, потому что наша страна, где мы живем, где живут наши родные, где наши дома, она попала вот к разной линии этого разлома, и здесь надо быть очень осторожным. Я бы очень не хотел, во имя победы тех или других, чтобы здесь погибло много людей, а мы, пример соседних стран, нас многому должен научить. Вот. Поэтому я боюсь, что, к сожалению, вот это отношение имеется, вот как к этому подобному партнеру-кролику. Знаете, вот, вы наши партнеры, да, но вы на передовую можете попасть первыми. Я не хотел бы, чтобы нашими интересами играли, поэтому я буду приветствовать любых молдавских политиков, которые скажут, у нас есть свои интересы, да, и мы будем их соотносить прежде всего с интересами народа. Я до сих пор не могу понять, почему за голосами нашей политики уже 30 лет, со времен перестройки, идут к народу и обещают народу все, и просят поддержки, да, а потом почему-то начинается отчитываться перед Моникой Маковей, перед Анди Кристи, или чем-нибудь еще, или каким-то ханом, или каким-то... Зигфид Мурешан. Зигфид Мурешан, или кем-нибудь. Нас, вот я говорю, вот вы пойдите на выборы и скажите, прямо при перезбирательном, я, если вы меня изберете, вас три раза похвалит Моника Маковлей, два раза ее хан там, три раза там еще кто-то, люди же не проголосуют, понимаете, давайте вы подумайте о тех людях, которым вы что-то обещали, в конце концов. Сублимирую то, что вы говорите. На самом деле, их отношение к молдавскому правлению. То есть вы считаете, что это отношение, оно такое? У каждой страны есть свои интересы. Валерий правильно сказал, у Европейского Союза есть свои интересы, у Российской Федерации сложную ситуацию есть свои интересы, у Украины есть свои интересы, у Румынии есть свои интересы, у нас есть свои интересы. Я хотел бы, чтобы наши политики руководствовались интересами людей, которые здесь живут. Замечательная речь, но вы на вопрос, к сожалению, я хотел бы. Мы бы с Валерием тоже, может быть, хотели бы как-то вообще за мир во всем мире. Вы за мир во всем мире? Нет, Люд, вы знаете, секундочку. Я хочу понять. Конечно, вы наводите тоску этим замечанием, потому что последний референдум с историей Скиртока, у меня почему-то посеял в душе такую, знаете, тревогу, то, что мы действительно нам наплевать, если людям наплевать на свои интересы, на том, в каком саде, то что же требовать от политиков, понимаете? Я благодарю вас. Какое отношение у ЕС к Молдавскому правлению, судя по этим шагам? Что они себе там делают? Ну, так, чтобы ответить как-то яснее, оно выводится, это отношение из документов, которые мы подписали. У них нет специального отношения к нам. Вот мы подписали документы с ними, и они, руководствуясь этими документами, то есть выводят свое отношение к нам. Когда мы хорошо выполняем эти документы, они говорят, хорошо, мы вам дадим денег. Когда мы не очень хорошо выполняем эти документы, они говорят, ну, вот, не очень хорошо, мы вам... Ну, это постоянный рычаг, да? Всегда можно сказать, что что-то не так. То есть нету там хороших дядь, как иногда нас пытаются убеждать и иные лидеры гражданского общества. Вы оба стоите и не можете четко, я понимаю, Валерия, спасибо. Вы говорите чуть-чуть. Как осчастливить Молдову? Да. Что, а что? Вопрос был о другом. Вот смотрите. Задайте его еще раз. Задаю еще раз. Мы его забыли. Вот смотрите, вот у демократов нет вообще никаких проблем. Вот спроси любого демократа, как к Молдавскому правлению относятся европейцы. Хорошо. Вот. Это не власти, а что же им сказать? Он будет уверен, что любят, хвалят и говорят, что все замечательно. Понимаете, а так ли это? Мы о чем говорим? Мы говорим о дипломатии. Если мы говорим о дипломатическом языке, а мы как бы тут журналисты такие, что... Мы говорим об истинном отношении. Валерий, мы говорим об истинном отношении. Если бы я хотела поговорить о дипломатии, я бы спросила, что говорят европейские дипломаты. Ну истинное отношение, вот истинное отношение, если истинное, если вы спросите мне, да, я скажу вам мое мнение, с которым иногда я не согласен. Значит, они смотрят как богачи на нищих, на нас. Так. Я добавлю. Я не сомневалась. Понимаете, как они могут смотреть на нас, когда мы теперь поставили в результате всех этих 30-летних реформ, в себе такую ситуацию, когда без них мы не можем ни отремонтировать дороги, ни покрасить детсады, ни выплатить... Понимаете, вот страна, да, страна, в которой люди трудолюбивые, земля хорошая, традиции есть, население грамотное, и все такое прочее. И вдруг сегодня она уже ничего не может без внешней помощи. У меня многие представители, да, европейское гражданское общество, они говорят, ну понимаете, мы бы с этой помощью не проживем. Ребята, я бы на вашем месте задумался, а как вы довели себя до той ситуации, когда вы уже без внешней помощи прожить не можете. Неужели так все страна, все страны так живут, да? Вот каким-то образом, если вы поедете в Беларусь или в другие страны, вы увидите, что там что-то делается, что-то производится, люди каким-то образом... Да, дешевые кредиты прекрасно, то, что Валера говорил, нам они нужны, и нам нужно сотрудничество, нам все нужно. Но не той же ценой, когда с вами могут сделать все, как, опять же, с той же социальной ответственностью, да? Вы знаете, вот вам покажут за медный грош, да, вот как у Булата Акуджабы, да? Не нужен нож, ему покажут медный грош. Вот поэтому позиция власти по отношению к этой избирательной системе, будь она, какая она, не будет. Но мне нравится, что они хоть что-то могут постоять за свое. Вот это хотелось бы уже не только в этом. Тогда говорю совсем просто. У нас вот есть много политологов, которые говорят одну вещь. А европейцам нравятся сейчас не парламентские силы, которые называют себя проевропейскими. Поэтому они вашу власть не сильно жалуют. Смотрите, как хорошо они смотрят на Майя Санду, на Андрея Нестаса. Вот эти люди, им они готовы больше доверия оказать. И смотрите, каким удивительным образом точка зрения Майя Санду и точка зрения представителей Европы на смешанную систему вдруг вот неожиданно совпадает. А неожиданно ли? Это чистой воды демагогия. Это чистой воды демагогия. Политологи-то это говорят, не политологи. Потому что, если говорить серьезно, да, то любой человек, который представляет какую-то западную страну, не обязательно западную, когда приходят к нам, они хотят говорить с человеком, у которого есть настоящая сила, власть и ответственность за то, что он скажет. И это не Майя Санду и не Андрей. Потому что, даже если их спроецировать самым таким оптимистическим сценарием, спроецировать в будущее, то все равно, мне кажется, что они очень и очень жиденькие. За ними нет никакой хорошей истории в политическом смысле. Нету политической биографии. И поэтому, ну, с ними можно здороваться, им можно послушать, им можно что-то объяснить, пожелать самые наилучшие. И все. Я благодарю вас. Вам вопрос, господин Демдетский. Можно я добавлю? Да, вы добавите. Ну, просто я сейчас вопрос, наверное, несколько усложню. Когда мы говорим о позиции западников и американцев, они практически всегда совпадают? Нет, конечно. Нет. Доусловно. Вот когда говорят о том, что американцы на этих выборах поддерживали Майя Санда, европейцы, например, Андрея Настаса, говорили об этом? Вы понимаете, вот... То есть, получается, тогда они их поддерживали. Надо определять. А сейчас вот жиденькие. Надо понимать, как формируется... Ну, давайте скажем так. Большие страны, как их называют, очень такое удобное понятие в молдавско-румынском языке, как удобно назвать, марли-путерь, да? Они обычно не решают проблему, вот одну маленькую проблему. Вот часто бывало, мы ездили в Москву, там, или в Вашингтон, у нас проблема Приднестровья. Вы знаете, сколько у нас проблем? И ваша проблема Приднестровья, 70-е в этом блоке, пакете и так далее. Они, во-первых, так не решают. Во-вторых, марли-путерь очень любит, когда в любой стране есть не только одна кнопка, а есть несколько кнопок, на которые можно нажимать. Вот если одна кнопка себе пойдет плохо, нажмут на другую, на третью, на четвертую. Это мировая политика. Но американцев же всегда обвиняют в том, что они, вот именно они, если им нравятся одни политики, не нравятся другие, они очень активно вмешиваются. Да, да, да. Первое, первое, я абсолютно согласен с Валерием о том, что, если вы помните, есть такой прекрасный эпизод из 17 лет весны, его написал умный человек, Ильян Семенов, который соображал международные политики и так далее. Там Алину Далесу, в этой разведке, ему говорят, почему вы ведете сепаратные переговоры с Гиммлером, у него же руки по локоть крови. Он говорит, вести переговоры надо с тем, кто контролирует ситуацию, а не с болтунами, не с гавурнами. Понимаете? Всегда будут реальные политики, любые, будут иметь контакт с теми, кто контролирует ситуацию и может влиять на ситуацию. Да, то есть, когда американцы ставили на Майя Санду, они не следили по всему. А вот это еще одна кнопка. Железная кнопка. Да, да, есть еще несколько кнопок. Это одно. И второй момент. Вы не забывайте, что мы маленькая страна и зачастую наши какие-то решения по нам принимает абсолютно... Поверьте мне, если вот разбудить Трампа и спросить его про Молдавию, он начнет путать... Не, ну на это мы не претендуем. И так далее. Ни один американский президент у нас не был и особо не рубит в наших делах. Поэтому это решает на уровне Госдепа какой-то средний чиновник. Знаете, вот бывает как, вот человек, я не говорю, это американское поле, в Брюсселе, в Москве, в Вашингтоне, человек знает лично какого-то человека. Да, вот где-то с ним встретился, он ему понравился. И он говорит, знаете, а вот есть там такой человек, и все, вот надо знать приемы этого двора, да, все говорят, вот такой человек, да, шеф сказал все. И все начинают бегать, и потом попробуйте, знаете, а вот теперь, представьте себе, поставьте на место местного посла, да. Вот, допустим, местный американский посол пишет, пишет, что Майя Санду, она никто и так далее. Он берет себе, наверное, по определенной степени ответственность. Если что-нибудь будет не так, а кто написал, что Майя Санду и так далее. Он обидит кого-то чиновника, который там сидит и сделал эту ставку. Понимаете, и зачастую бывает так, что вот у нас некоторые люди, которые лучше знают политику, говорят, ну почему такая или другая страна связалась с этим политиком? Мы его там не любим, не уважаем. Да и плевать им, не знают они, кто у вас уважаем или не уважаем. Просто мелкий чиновник, который все знает, не хочет перечить и брать на себя ответственность за большого чиновника и потом отвечать за это. А когда большому чиновнику что-то случилось не так, ничего страшного не произошло. Вы сейчас расстроили представителей непарламентско-европейской оппозиции, но это ваше, как говорится, право. Но это не впервые. Они прекрасно знают это лучше меня. Спасибо. Они ездят на эти встречи, на эти вот... Не важно, что поговорят вам господин Михалка или господин Петит. Важно, что там будет в Госдепе, кто вас там примет и кто поговорит. Спасибо. Я пытаюсь, у нас 5 минут остается, пытаюсь еще задать один вопрос. Валерий, вы когда говорили об интересе, помните, я обещала вернуться к этому вопросу, вы сказали, что у Евросоюза есть свой интерес в отношении вот этих трех стран. Вот очень многие, очень многие, прям политологи этот интерес нашли. Они прям так и пишут. Ну вот антироссийский интерес. То есть, особенно в нынешних реалиях, можем ли мы говорить о том, что на самом деле интерес в отношении Молдовы, я не буду смотреть на другие страны, но носит антироссийский характер. И именно через эту призму нам необходимо смотреть на отношения с европейцами. Ну, смотря кто использует. Да не важно кто. Нет, важно кто. Потому что, когда нас приглашали стать серой зоной или санитарным кордоном, то думали прежде всего о безопасности. Вообще о безопасности. Че кто-то придумал? Да, Европа. Придумали это не в Берлине, не в Париже, а именно в восточно-европейских странах, которые были сами этой серой зоной. Валерий, дайте, пожалуйста, у нас три минуты до кончения. Я не против. То есть, вы не против такого утверждения? Нет, я не против, чтобы комментировал Валерий. Нет, меня интересует антироссийскость. Нет, я думаю, что безопасность, она придумана именно из-за безопасности. Нет, вопрос был по поводу антироссийскости. Но сейчас некоторые люди в Евросоюзе, некоторые политические силы, не все, я уверен, что не все, пытаются это использовать против России тоже. Потому что, ну, смотрите, в Европе, в восточном партнерстве, смотрите, какие, какие страны, которые, как сказал однажды Воронин, если вы помните, кружочком как бы очерчивает, или полукругом очерчивает Россию. То есть, понятно, что это неспроста. И понятно, что, что Россия возражает, потому что у нее есть свои представления о красных линиях безопасности. Благодарю вас, Валерия. Одна минута. Абсолютно поддерживаю. Когда-то были установлены красные линии безопасности, но на Западе решили, как и с победой либерализма Фукуяма, что все, можно все, что угодно. Я считаю, этим совершили большую ошибку. Прижали русских, русские ответили, вот сегодня мы находимся в той ситуации, когда есть такой клинч, да, между Западом и Россией. Мы жертвы этого клинча, он и скоро пройдет, я думаю, да. Но все войны кончаются за столом переговоров, от этого никуда не деться, рано или поздно не сядут. Нам главное дожить до этих переговоров. Я благодарю вас. Не поговорили мы только по поводу гарантии по вступлению в Евросоюз, то есть то, что требовали, в принципе, по крайней мере, на уровне спикеров. Но я думаю, у нас с вами будет еще возможность. Я думаю, что у нас, Валерия, у нас же евроинтеграцию хотят в Конституцию прописать, а вы говорите, а вы сомневаетесь. Поэтому я абсолютно в этом уверена. Я сразу-сразу отказываюсь ходить на ваши передачи, после этого, как будет сделано, потому что я не хочу сидеть в тюрьме. Раньше за руководящей и направляющей, за что мы сидим, могли посадить в Советском Союзе в тюрьму. Я никогда не думал, что мы приедем к этому. Не пугайтесь, пожалуйста, мне будущих гостей, потому что... Есть законы без санкций. Как времена КПСС, да? Да, что-то мне подсказывает, что вы продолжите сейчас разговор, но уже вне эфира. Благодарю вас за то, что вы пришли. Да, приходите к нам еще, будем говорить на все темы. Конституция нам пока это позволяет. Да, да. Вы смотрели программу «Дело принципа». Желаю вам всего самого доброго. И доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова